Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. 36 лет чернобыльской трагедии. Сегодня в Черкесске вспоминали участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство в парламенте отметили наградами 20 человек разных профессий. Исламский институт имени Абуханифа более 20 лет готовит имамов мечети и богословов. Сегодня в институте ведутся ремонтные работы и в священный месяц каждый может принять участие в благом деле. В Зеленчугской прошел открытый региональный турнир среди ветеранов спорта по баскетболу памяти заслуженного работника физической культуры Карачаева-Черкесии Виктора Алюшина. Сегодня день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К уважаемым землякам обращается глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Масштабы этой трагедии тяжело сегодня оценить в полной мере. Но главное это то, что благодаря мужеству и отваге самоотверженному участию ликвидации аварий удалось избежать худших последствий. Люди не отступили перед угрозой смерти и с честью выполнили свой долг. Настоящие герои, которые сегодня среди нас. Из Карачаева-Черкесии в ликвидации аварий на Чернобыльской атомной электростанции участвовали 1200 наших земляков. Все они люди огромной силы, воли, мужества и героизма. В этот скорбный день выражаем искреннюю благодарность всем участникам ликвидации Чернобыльской аварии. Сегодня в столице Карачаева-Черкесии вспоминали участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1986 года на место техногенной катастрофы были направлены около 1200 наших земляков и многих из них уже нет в живых. С чернобыльцами пообщался наш корреспондент Артур Мхце. Житель Черкесской Александр Унежев делится своими воспоминаниями о знакомстве с Припятью. Говорит, что место вокруг Чернобыльской атомной электростанции было безумно красивым, но столь же опасным для находившихся там людей. Я был дозиметристом. Сам замеры делал и видел, что творится. Очень сильно фонило везде. Очень сильно было. Особенно в районе вот этого вот взрыва, станции. Там вообще лес, красивейший лес, там кругом лес, хвойный лес. Все было заражено. Каждое дерево столько рентген выдавало. Это страшно было. Мы там, когда ходили по земляш, боялись наступать. Пришли ночью, меня в военкомат забрал. А это, когда приехал туда, там вокруг станции надо было столбы ставить дизеля, чтобы свет дали. Я вокруг станции сверлил на буровое. Я за собой следил там и одежду менял, и маски, все-все. Но все равно, как следить там, где радиация превышает все допустимые нормы? Ну там радиация, знаешь, вот ты стоишь тут тысячу рентген, я стою тут совсем мало. Для каждого из тех, кто пришел сегодня к памятнику ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, день 26 апреля 1986 года стал определяющим. Далеко не все из них сразу отправились в Припять. Но позднее один за другим уезжали туда, чтобы выполнить свой даже не профессиональный или гражданский, а человеческий долг – спасать миллионы людей от последствий техногенной катастрофы. С каждым годом их становится все меньше. Примерно трети ликвидаторов из Карачаева-Черкесии уже нет в живых. Казалось бы, это мирный атом, но он, когда выходит из-под контроля, он становится ужасным. Ужасным, сколько людей покалечилось. Оставшиеся сожалеют, что в памяти подрастающих поколений постепенно стирается то, что они сделали для человечества много лет назад, рискуя своими жизнями и потеряв здоровье. А помнить есть о чем. Хотя бы ради того, чтобы в будущем не допускать подобных трагедий. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В парламенте Карачаева-Черкесии 20 человек отметили наградами за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Первый заместитель председателя Народного собрания Дагир Смакую, патриал собравшихся, отметил, что в столь сложные времена добросовестность, профессионализм, верность, призвание особенно ценны. В числе приглашенных были представители технических профессий, сфера образования, юриспруденции, СМИ и государственные службы. За участие в организации и подготовке и успешном проведении избирательной кампании 2021 года, по выборам депутатов Госдумы и депутатов представительных органов местного самоуправления, благодарность главы республики была объявлена председателю комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Натальи Власенко. Депутат также была награждена грамотой Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана. Кроме того, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в организацию и совершенствование государственного финансового контроля, почетной грамотой наградили заместителя начальника отдела функционирования Контрактной системы управления Федерального казначейства Мадину Урусову. На самом деле награды и вот такие прекрасные цветы получать всегда приятно. А вдвойне приятнее, когда оценивают труд человека. Сегодня в этом зале собрались люди разных профессий, разных специальностей, но труд которых прославляет Карачаево-Черкесию, прославляют народ свой. Поэтому награда мне вручена за многолетний добросовестный труд в области журналистики Карачаево-Черкесии, в области развития журналистики Российской Федерации. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 781 человек. Из них 44 477 выздоровели, 26 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 7-12, в горах до плюс 6, а днём 20-25 выше нуля и местами до плюс 18. В Черкесии ночи без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 10-12, а днём 22-24 градусов тепла. Не консервируйте своё здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z – это избавление от катаракты за один день. С индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марка». А также мужская, женская, верхняя одежда. Куртки, ветровки. Только 29 и 30 апреля. Черкесск, улица Горького, 8. Центр предпринимательства. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Мы продолжаем наш выпуск в прямом эфире. Сегодня день реабилитации кубанского казачества. Дорогих земляков, с уважаемых казаков поздравляет глава Крачева Черкесии Рашид Темрезов. Вы всегда были оплотом государства российского, надежными стражами его рубежей. Недаром говорят, что защита отечества в крови у казаков. Именно поэтому репрессии, которые обрушились на казаков после революции, воспринимаются как акт глубокой несправедливости, многократно усилившей тяжесть и горесть бесчеловечных и жестоких гонений. Репрессии были направлены на политическое, культурное и физическое уничтожение казачества. Нет казачьей семьи, которая бы не подверглась преследованиям. Все народы Карачаева Черкесии близко к сердцу переживают боль трагедии, обрушившейся на казачьи и станицы, поскольку в разные исторические периоды сами испытали гнет несправедливых гонений. Сегодня казаки Карачаева Черкесии наравне с другими народами вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия специально-экономического развития республики, воспитывая в подрастающем поколении любовь к своей родине. Исламский институт имени Абу Ханифа является одним из главных духовно-образовательных учреждений в нашем регионе. Именно здесь вот уже более 20 лет готовят имамов мечети и богословов. Сегодня в институте ведутся ремонтные работы по обновлению и формированию комфортных условий для обучающихся. Пока отремонтировали одно помещение вуза в этом священный месяц Рамазан, вы можете принять участие в этом благом деле. Для мусульман наполнен огромным духовным богатством в этот месяц и наградой за добрые дела, которые независимо от того, большие они или малые, приумножаются многократно. К жителям республики обращается заместитель муфтия Карачаева Черкесии по работе с имамами и общими вопросами ректор Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев. Один из категорий, кому выдается закат, это те люди, которые набирают учиться исламским наукам. И Аллах сказал, что вы давайте закат тем, которые находятся на пути Аллаха. Это те, которые берут знания ради Аллаха и знания шариатские. Если наше население будет оказывать помощь в виде выделения заката или фиди, или фидра, все, иншаллах, мы будем вложить на благосостояние этого института и поддержку наших студентов. Поэтому мое обращение нашему населению иметь это в виду и дай Аллах, чтобы мы все вместе возродили наш исламский институт. В станице Зеленчугской прошел открытый региональный турнир среди ветеранов спорта по баскетболу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Виктора Макаровича Алюшина. О легендарном наставнике, ставшем главным творцом многих побед сборной по баскетболу Зеленчугского района и его любимой игре расскажет Фатима Даурова. Весь жизненный путь Виктора Макаровича Алюшина был неразрывно связан с баскетболом. Будучи студентом, представлял свою альма-матер на чемпионатах и первенствах СССР в составе сборной, которая часто становилась первой на пьедестале почета. Будучи уже в статусе наставника, он передавал особую любовь к спорту своим ученикам. Являясь примером подражания для подрастающего поколения, тренер развивал самые лучшие традиции спорта. Баскетбол – это стихия, которая захватывает все больше и больше любителей. Я занимаюсь этой игрой уже 64 года. За это время я встречался со многими людьми, полюбившими эту игру и достигшими высоких результатов. В тренерской работе я занялся в Карачаево-Черкесии. За эти годы были выпущены много хороших спортсменов, которые играли в профессиональных командах. Нестандартный тренер, решение которого опережали время. Его чувство игры было феноменальным. Наряду с профессионализмом Виктор Алюшин воспитывал чувство ответственности перед командой. А добрая улыбка разбавляла даже самый высокий накал любых состязаний. Мне он запомнился оптимистом. То есть человек в возрасте. Я никогда не слышала у него старческого брюзжания. Он всегда, наоборот, всегда мне говорил, Люд, привет, все нормально. И его, конечно, безупречная улыбка, жизнелюбие, вот это бросается. Ну, этот человек, он незабываемый. В наших душах, сердцах он останется навеки. Такого человека – это грех забыть. Кто его не знал, а кто его знает, это вообще человек большой души. В турнире памяти приняли участие команды из Ставрополя, Кисловодска, Черкеска и Станицы Зеленчукской. В составе команд друзья Виктора Макаровича, ветераны, мастера спорта СССР и России по баскетболу, члены сборных команд, участники чемпионатов мира, Европы, СССР и России. В турнирной сетке первое место заняла баскетбольная пятерка из Ставрополя. Им уступила команда ветеранов из Кисловодска, а спортсмены из Черкеска оказались на третьей позиции. Со словами поздравлений и благодарности к ним обратилась депутат Народного собрания Республики Роза Чучаева. Она вручила благодарственные письма председателя парламента Республики Александра Иванова представителям спортивного класса Карачаева-Черкесии за вклад в развитие физической культуры и спорта. В память нашего замечательного друга и тренера предлагаем присвоить этому турниру имя заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской Республики Виктора Макаровича Алюшина. После окончания спортивной части участники турнира посетили могилу Виктора Макаровича Алюшина на местном кладбище. Возложили цветы и венки. Отдали дань памяти родному тренеру, девизом которого всегда было «Движение вверх». Фатима Дорова и Мухаммеда Шибока. Вести Карачаева-Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова